Привет! С вами Диана и канал Art Class. И сегодня мы создадим легкую и красивую картину из эпоксидной смолы для новичков. Сегодня я расскажу все и сразу тонкости, зная которые вы не совершите типичных ошибок при работе с дорогостоящим материалом. Что нам нужно на начальном уровне, я описывала видео про минимальный набор смолениста. Итак, начнем! Сегодня мы берем весь этот набор и три красителя пигмент черный блеск и металлик золотой. Перед началом работы убираем все лишнее со стола, выставляем уровень стола по всем сторонам. Дальше обклеиваем обратную сторону борта клейкой лентой. Это нужно нам для того, чтобы излишняя стекающая смола не прилипала к борту с обратной стороны, а подтеки мы могли легко удалить. Ставим борт на небольшую ровную подставку, чтобы смоле было простанство стекать и было место накрыть защитным экраном. Еще раз проверяем уровень. Когда все готово, начинаем наливать смолу. Очень важный момент. Соотношение смолы нужно вычислять не по объему, а по весу. Разница в количестве веса и объема есть, и она приличная. И неправильные пропорции могут испортить итоговый результат. Сделаем все четко до грамма. Сколько брать смолы? Для точного расчета одного слоя нужно взять формулу площадь артборда и умножить ее на 0,16. Например, мой артборд 25 сантиметров сторона, а по формуле площади квадрата мы умножаем 25 на 25 и на 0,16. Получается ровно 100 грамм. Ну а мы сегодня будем творить, вытворять и берем смолы больше раза в полтора, так как часть будет стекать, а нам это и нужно для картины. Я беру 100 грамм смолы большой вязкости и 50 грамм отвердителя, так как по моей формуле получилось ровно 100 грамм и мне нужен запас. Вязкость смолы можете выбрать сами в зависимости от навыка, но новичкам рекомендую использовать среднюю вязкость. Ссылку на этого производителя со смолой средней вязкости добавлю в описании. Еще одна типичная ошибка – плохое перемешивание. Очень важно хорошо промешать смолу. Это может повлиять на плохое застывание, если пренебречь. Всего мешаем смолу такого количества и густоты около 5 минут. Чем гуще смола, тем дольше нужно вымешивать. Сначала мешаю около 3 минут, после чего переливаю в другой стакан, чтобы исключить налипание к стенкам ингредиента, налитого первым. В новом стакане мешаю еще около 2 минуток. Не пренебрегайте, не ленитесь. 2 стакана – это залог правильно замешанной смолы. Если смола слишком вязкая, например, от низкой температуры или сама консистенция гуще, чем вам нужно, рекомендую согреть на водяной бане несколько минут. После этих водных процедур станет удобнее лить и поднимется часть пузырей. Теперь надолго не оставляем стакан полным. Чем больше объем смолы в стакане, тем больше шансов, что она полимеризуется раньше времени. Время нашей активной работы со смолой ограничено буквально 30 минутами для густой смолы. Дальше она начнет густеть и пристанет наслужиться. Разливаем смолу по небольшим стаканчикам под каждый краситель. Под черный и акцентный металлик наливайте совсем немного. Добавляем цвета, буквально на кончике палочки, либо несколько капель. Важно, чтобы в смоле было не больше 5% пигмента или цвета от общей массы. Замешиваем тщательно. Рекомендую использовать красители с капельной системой. Вы сэкономите на замешивателях и так намного проще отмерять 1-2 капли 10. Еще красители делятся на плотные или прозрачные цвета тонеры. В картинах чаще используют именно плотные, но насыщенные тоже прекрасно подойдут. Главное учесть при заливке цвет артборда. Еще помимо красок, специально для смолы, прекрасно подходят алкогольные чернила. У меня белый от Каменской. Ими также можно создавать специальные эффекты, помимо обычного окрашивания, но для первого опыта и так много информации, мы не будем погружаться в эту технику. Добавляем цвета. Можно залить в один стакан несколько цветов сразу, но не смешивать и вылить на холст, подобной технике Fluid Art. Если необходимо добавить пузыри в картину, есть специальные средства Medium. Ссылку прикрепляю. Оно красиво играет на стыке нескольких цветов. Осторожно с черным цветом. Рекомендую добавлять понемногу, лучше для первого раза палочкой. Он может наполнять собой и перекрывать отдельные цвета. Белый цвет самый ходовой в любом виде творчества. Он придает легкость и осветляет любой цвет. Итак, самая интересная часть работы творческая. Выливаем смолу на наш холст в том виде, как вы представляете себе картину. Не выливайте все сразу, оставьте немного каждого цвета, распределите нужную картинку палочкой или перчатками. Есть небольшой лайфхак. Для работы надевайте две пары перчаток одна на другую, чтобы, если испачкаете одну, снять ее и остаться с чистыми руками. Если все же испачкаете руки или что-либо еще, можно вытереть это место уксусом или спиртом. После того, как заполнили пространство артборда, возьмите борт в руки и наклоняйте в эту сторону, рисунок будет утекать. Оставьте борт на ровном месте. Прожгите на расстоянии горелкой всю площадь. И увидите, как уходят пузыри, а поверхность остается идеальным глянцем. Важно не сжечь смолу. Не держите горелку на одном месте. Там, где смола перегретая, может остаться некрасивая пленка, либо вообще темное пятно. Лучше несколько раз спустя время пройтись горелкой издалека. Оставьте картину. Добавьте палочкой необходимые детали. При желании еще повторите все этапы. Долить, наклонить, прогреть. Помните, разные красители и пигменты имеют разную плотность. И чем больше плотности или больше красителей в смоле, больше возможностей, что цвет утонет. Бывают и специальные всплывающие пигменты. Когда вы довольны картиной, прогрейте еще раз. Проверьте, чтобы не осталось пустых мест. Если остались излишки смолы в стаканах, их удобно вырывать в небольшие молды, которые могут пригодиться в дальнейшем. На магнитики, броши, бусины, украшения или части декора. Оставьте свое произведение до полимеризации. Срок указан на упаковке смолы. Обычно до срока, чтобы картина затвердела и не боялась прикосновений, достаточно 10-12 часов. Если в середине этого срока вы задели рисунок или от любопытства чуть потрогали, прогрейте горелкой это место. Это даст шанс скрыть дефект. Укройте от пыли защитным экраном или крышкой торта. Спустя примерно сутки можно снять клейкую ленту. В помощь вам снова горелка или канцелярский нож. Слегка прогревайте смолу, чтобы отрезать излишки. Вуаля! Ваша картина готова украшать любое помещение. Но помните, что до полной полимеризации трое суток картину можно случайно поцарапать. Картина наберет полную прочность примерно за месяц. До этих пор берегите ее, не кладите рисунком вниз, не ставьте сверху твердые предметы. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь, поставьте сердечко. Далее мы будем разбирать другие виды техник, другие декоры. До встречи! Еще раз.